Живем в браке 9 лет. Кроме жены, других женщин нет. Из-за секса постоянно возникают ссоры. Потому что я хочу разнообразного секса и 3-4 раза в день. Это вы много хотите слишком. Жене достаточно... Спасибо. Жене достаточно 1 раз в неделю, или 2 недели. Как быть? Большинство женщин, они чувствуют трудности от секса. В каком-то смысле. Не то, что все женщины. Но для женщины часто это ее изматывает, ее психику. Потому что это же эксплуатация женского тела по факту. То есть мужчина, когда дорывается до женского тела, он выжимает из него все соки. Некоторым женщинам это нравится до поры до времени. А некоторым нет. С самого начала. Иногда женщинам в этом есть потребность, потому что у них много вот этой энергии в теле. Вообще, в целом, если женщина хочет очень сильно наслаждения полового, это значит, что ей нужно рожать ребенка. И также, если мужчина сильно хочет, это значит, что от женщины исходит такая сила, что нужен ребенок. Когда появляется ребенок, он оттягивает часть женской энергии. И у мужчины, мужчина не так сильно бросается на жену уже. То есть ответ на этот вопрос такой, что в этой семье нужны дети. Нужны дети. Когда появляется один ребенок, часть половой энергии жены оттягивается на ребенка, у мужчины не становится легче. Потому что всегда половое желание мужчины зависит от энергии женщины. Психические центры, половые женщины имеют горячую природу, а мужчины холодную. И поэтому мужчина возбуждается рядом с женщиной. У него появляется огонь внутри, который он не может которым управлять. Женская половая энергия имеет горячую природу, а женский ум имеет холодную природу. У мужчины ум горячий, наоборот, а половая энергия холодная. Когда половые центры мужчины сталкиваются с женскими, в гармонии уступают, в контакт наступает какой-то на тонком плане. То мужчины, половые центры, которые контролируют его разум, тоже становятся горячими. В результате он теряет разум. Мужчина рядом с женщиной теряет разум, он не может себя контролировать. И поэтому у него и ум горячий становится, и разум горячий. В результате он начинает бросаться на жену. Если это происходит очень выраженно, и по нескольку раз в день это указывает на то, что надо срочно заводить ребенка. Потому что это ненормальная ситуация для обоих. Если мужчина больше одного раза в неделю занимается сексом, то он тратит свои жизненные силы конкретно просто. Он реально может сильно пострадать, его здоровье может ухудшиться, его память может ухудшиться, его воля может ухудшиться. Его способность работать будет слабее, он будет изматываться от этого всего. Это реальная проблема для него. И проблема создается с женой. Поэтому выход один – это рожать ребенка, зачинать ребенка. Только женщина становится беременной, сразу же желание секса очень сильно снижается. Естественные мужские недостатки – это грубость, гневливость, склонность погружаться в деятельность, невнимательность, невозможность сосредоточиться на близких отношениях, трудность сосредоточиться на близких отношениях. Это естественные недостатки мужчины. Но когда мужчина не занимается духовной практикой, работая над собой, то в результате его психика перестает быть мужской. Мужчина постепенно начинает думать только о сексе. Это первый признак того, что мужчина деградирует. И лишь согнул слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонны. У нее другая Мадонна просто там, перед глазами. Просто голая женщина, и все. И он постоянно думает об этой голой женщине. Но он не может от этого отплечься. Кстати, психика наполняется мужчиной женской энергией. Настоящий мужчина, он думает прежде всего о своем долге в жизни. Конечно, мужчины не могут уставить перед энергией любви, которая исходит от женщины. Но мужчина, который может контролировать себя, такой мужчина очень дорог всем, в том числе и женщинам. Женщина не любит мужчину, который постоянно ходит за ней по квартире, ноет, хочет внимания. Она устает от такого человека. И нужен человек, который спокойно к ней относится, сдержанно. Так женщина или нет? Который способен принять ее эмоции, спокойно себя вести, мужественно успокоить. У которого есть цель в жизни, какое-то важное дело. Первым делом, первым делом. Самолеты, ну а женщины? А женщины потом. Так должен быть настроен мужчина. Потому что если он не будет так настроен, то женская энергия разрушит его жизнь. Когда мужчина сильно погружается в женскую природу, начинает думать о сексе, о женщинах, он теряет себя. Он становится очень мягко характерным, слабо характерным, ленивым. Он не может волевые усилия прилагать для того, чтобы работать над собой. У него появляются вредные привычки, он начинает выпивать. Потому что вино, первое, что оно делает, оно поддерживает половую энергию в теле. Желание наслаждаться жизнью поддерживает. А чем мужчины пьют? Потому что им надо больше этого желания. Они хотят наслаждаться балдеть, они хотят балдеть, наслаждаться жизнью. Для мужчины балдеж — это женская энергия. Водка тоже имеет женскую энергию. Вино женской энергии. Таким образом, видите, когда человек деградирует, у мужчины появляются два типа недостатков. Первое — половая распущенность, второе — пьянство. Это признак деградации мужской уже. Такие мужчины, которые сильно привязаны к этим двум недостаткам, они обычно бывают безвольными, грубыми. Ну то есть даже не грубыми, а подлыми. Они ведут себя очень нечестно в семейной жизни. Потому что честность — это мужское качество характера. Мужчина сказал, мужчина сделал. Но когда мужчина склонен к чрезмерному сексу, у него теряется возможность быть честным. Становится хитрым, как лиса. Ему очень трудно работать над собой, заставлять себя что-то делать. У него теряется интерес к работе вообще в целом. Начинает выпивать. Становится плаксивым, нутным. И в современной культуре слово «мужчина» даже, оно атрофировалось. В древней культуре мужчина означало что-то другое. Мужчина означало храбрость, ответственность, сила. Признак мужчины. Мужик ты или не мужик? В древней культуре означало три вещи. Храбрость, ответственность, сила. Мужик ты или не мужик? Храбрый ты или не храбрый? Мужик ты или не мужик? Ответственный или не ответственный? Мужик ты или не мужик? Сильный ты или слабый? Понятно, да? Это в той культуре, где мужчины были мужчинами. Сейчас слово «мужик ты или не мужик» означает две вещи. Первое – сколько ты сможешь сексом заниматься. Второе – сколько ты можешь выпить. Согласны со мной? Мужик ты или не мужик? Все одно означает. Секс. Мужик или не мужик? Что означает? Выпивка. Все. Это как раз те вещи, которые разрушают мужскую природу. Все перевернулось с ног на голову. Мир перевернулся кверх ногами. Причина заключается в том, что утрачено понимание, что такое счастье. Люди думают, что счастье заключается в том, чтобы себе квартиру, заработать на квартиру и иметь хорошую работу. Это очень глупо так думать, потому что от этого ничего не меняется в нашей жизни вообще. Жизнь соткана из отношений. Если у вас нет любви, вы не способны быть мужчиной, не способны быть настоящей женщиной. Как вы сможете жить счастливо? Хоть сколько бы у вас не было денег. Я анализировал это все. Мне же судьба подарила много чего. Я отдавал консультации очень известным людям. Известным звездам эстрады. Жизнь ужасная у этих людей. Ничего хорошего в их жизни вообще нет. Одна подлость, один разврат, одни измены. Просто страшная судьба. Врагу не позавидуешь так жить. Я консультировал очень богатых людей, которые обычно не имеют близких отношений с женами и детьми, потому что все хотят от них только денег. Богатство забирает близость. Люди, когда очень много денег имеют, с ними, к ним все относятся очень цинично. Вот, допустим, перед вами сидит директор завода. Вы можете, просто поговорив с ним пять минут, получить классную работу себе. Он к вам очень доброжелательно настроен. Он сидит перед вами. Сколько вам усилий надо приложить, чтобы подумать о нем в это время, а не о том, что от него сейчас взять? Сколько вам в сердце надо усилий приложить, чтобы подумать о нем? Понимаете, о чем я говорю или нет? Что когда человека слишком много, то он становится объектом насилия со стороны окружающих людей. Богатый человек думает, что он всех эксплуатирует. На самом деле все эксплуатируют его. Все хотят от него денег, все хотят от него внимания, все хотят его власти. И он даже не может по душам поговорить, потому что он боится. Любой такой разговор приводит в конечном счете к тому, что его обманывают и пытаются использовать его. Очень трудно устоять перед желанием что-то попросить у такого человека. Когда все у него просят, жизнь становится невыносимой. Точно такой же отпечаток делает власть. Когда человек очень имеет много власти, ему это очень трудная жизнь. Потому что власть накладывает очень большую ответственность. Каждый шаг, каждая мысль, каждое слово у такого человека должно быть очень обдуманным. Он не может лишнего сказать, сделать. Иначе может вся страна пострадать. Или то, за что он отвечает. Этого человека постоянно хотят убить, свергнуть, уничтожить. У него очень много врагов. Власть всегда рождает вражду. Видите, я вам сказал про деньги, положение в обществе. Популярность, славу. Деньги, власть, слава. Три вещи, к которым мы стремимся сейчас в жизни. Неукротимы. Все они приводят к печальному результату. В конечном счете. Все это накладывает трудности, увеличивает трудности жизни. Таким образом, современная культура, она имеет неправильную направленность в жизни. Она не к тому ведет общество. И мы очень сильно подвержены влиянию этой культуры, потому что все самые лучшие фильмы, все самые лучшие произведения сейчас направлены на эти три вещи. Если мы смотрим фильм, обязательно кто-то добивается там власти, или славы, или денег. Доказывает, что он крутой всем. Но очень мало таких чистых и честных красных фильмов, которые действительно облегчают сердце, делают жизнь прекрасной. Например, как фильм «Остров», или фильмы про жизнь святых людей. Есть фильмы про Иисуса Христа, там и так далее. Я недавно посмотрел фильм многосерийный, называется «Фарук Амар». Этот фильм про зарождение ислама, про то, как появился пророк Магомед, это удивительный чистый фильм возвышенный. Я смотрел, у меня просто было такое счастье в сердце. Я смотрел его с непреклонным счастьем, потому что я видел чистое отношение между людьми, веру, глубину и так далее. Хоть там много было всяких сражений, но, тем не менее, там много было и любви. Таким образом, мы видим, что капли, жемчужины настоящей жизни, настоящей чистоты, настоящего счастья в обществе все-таки есть. Они остались. Но это общество отложило на нас отпечаток уже не в первом поколении. Проблема заключается в том, что уже в прошлой жизни мы уже так жили. Когда женщина очень много работает в этой жизни, ведет себя вот так, пытается быть успешной женщиной, то в следующей жизни она рождается слабохарактерным мужчиной. Потому что женщины всегда тянутся к мужчинам, мужчины к женщинам. О чем бы человек ни думал в своей жизни, такое тело он получает в следующей жизни. Женщины получают мужское тело, мужчины, мужчины, женское. Вы можете даже заметить, что с возрастом женщины становятся грубыми. Бабушки все такие напористые, такие активные, всех гоняют по подоконникам такие. Уже мужские черты переходят, естественно, к женщине в возрасте. А мужчины, дедушки такие, все как бы такие, ходят как божьи дубанчики. Никого не трогают, такие мягкие и добрые. Заметили, да, что с возрастом такие вещи происходят? Это значит, что дедушка уже почти женщина. То есть он уже тонкое тело, у него уже женскую природу имеет. Он в следующей жизни родится женщиной. А эта бабушка уже почти мужчина. Она уже готова к мужской телу принять в своей жизни. Это нормально. У нас нормальный ход событий. Но проблема заключается в том, что если человек не занимается духовной практикой, то эта бабушка, она в следующей жизни родится слабохарактерным мужчиной. Мужчиной, который будет склонен сидеть дома, по природе. Ему хоть не будет хотеться работать. Им будет хотеться выпивать, заниматься сексом целыми днями. Понимаете? И как бы у него будет такой характер. Распущенный, разнузданный. Я московский озорной гуляка Невского-Тверского околотку. В переулке каждая собака Знает мою легкую походку. Такие песни были и раньше. Сейчас их стало больше. А мужчина, который жил вот такой жизнью, разгульной, распутной, рождается женщиной, склонной к сухому поведению, жесткому такому. Больше работать, гонять мужа по подоконникам, ненавидеть его и считать его глупцом. Я умный, это дурак. Когда женщина так думает, это признак деградации. Признак сильного разума у женщины заключается в ее смирении. Смотрите, как устроена интересна психика. Женщина, когда смотрит на себя в зеркало, думает, «Господи, какая я хорошая! Какому дураку досталось?» То есть женщина, когда смотрит на себя, она видит только хорошее. Потому что у нее все самое лучшее, у женщины все наружу выходит. Все черты характера самые лучшие, у женщины снаружи. А у мужчины все внутри. И поэтому женщине очень трудно в целом считать, что она не права. Очень трудно. Потому что она говорила правильно, нежно, глупости не говорила. В чем же ее неправда? А он, дурак, все время орет. В чем же его правда? Видите, женщине по природе трудно понять свою неправоту. Почему? Потому что все идеально соткано. Все классно. Внешне. Но разумная женщина — это та, которая всегда понимает свою неправоту. Она всегда мнение мужа ставит выше своего. И чувство долга она это делает. Даже если она чувствует, что она права, она все равно соглашает с мнением мужа, его послушать. Так ведет себя разумная женщина. Неразумная женщина никогда не слушает своего мужа. Она всегда себя считает правой. И неразумная женщина себя считает очень разумной. Особенно по отношению к моему мужу. Особенно по отношению к нему. А разумная женщина видит достатки, преимущества своего мужа, культивирует в нем эти преимущества. В результате разумная женщина в отношениях с мужем ведет себя очень скромно. А неразумные пытаются контролировать все в отношениях. В основном сейчас в обществе неразумные женщины. Так же, как неразумные мужчины. Разумный мужчина берет на себя ответственность. Он может быть строгим, сильным, как личность. Может немножко грубоватым быть. Но он не позволяет унижать себя. Но однако же разумный мужчина очень благородный. Он позволяет женщине иметь неестественные женские недостатки, обижаться, быть эмоциональной, говорить глупости. Он не сильно обращает на это внимание. Спокойно к этому относится. Неразумный мужчина постоянно реагирует на слова женщины. Каждое слово для него проблемы. Потому что неразумный мужчина очень сильно привязан к женщине, к сексу, к отношению с ним. Поэтому эта привязанность делает отношения болезненными. Поэтому, что бы ни сказала жена, неразумному мужчину очень раздражает. Он на каждое слово реагирует, и каждое слово для него заканчивается демагогией. Что бы она ему ни сказала, он постоянно из этого начинает делать философию и портит ей жизнь таким образом. Разумный мужчина спокойно относится к словам женщины. Сегодня она сказала одно, завтра скажет другое. Он спокойно реагирует на это. Психика женщины как волны. Она постоянно меняется. Сегодня одно, завтра другое. Он спокойно относится к этим движениям волны. Так же, как скала спокойно относится к бухающему морю. Но для того, чтобы стать разумным мужчиной, надо поменять концепцию жизни. Сейчас все думают, что деньги, власть и слава — это самое главное в жизни. Они ошибаются. Это то, что разрушает жизнь. Деньги нужны — это факт. Нужно хорошее положение в обществе — это факт. Нужно влияние — это факт. Какая-то власть нужна — это факт. Но это не должно быть главное в жизни. Это на втором месте должно стоять. А главное — это то, что приводит человека к счастью. Это работа над собой, работа над отношениями, прощение, пытаться принять близкого человека, о чем я вчера говорил. Это приносит гармонию и счастье в жизни. Итак, смотрите, современные отношения заключаются в том, что мы чаще всего уже родились по второму разу. В той концепции неправильной, которая приводит к страданию. Поэтому женщины чаще всего уже в это рождение склонны быть немножко по-мужски жить. А мужчины склонны по-женски. Поэтому они меняются череп местами. Женятся в такой ситуации. И это не значит, что все будет плохо. Это значит, что путь к хорошему чуть-чуть подольше будет длиться. Это значит, что надо принять вот того мужа своего таким, какой он есть. Потому что если женщина думает, блин, что ты у меня такой какой-то слабохарактерный, это значит, ты тоже такая же, только по-женски. Муж и жена одна сатана. Не думайте, что вам достался человек хуже, чем вы. Это безумие так думать. Свои недостатки незаметны, чужие очень сильно видны. Каждый человек имеет одну тайну в своей жизни. Тайна заключается в том, как он мучает близкого человека и чем. Это для него большая тайна. Ему кажется, что он меня мучает все время. Это тайна для каждого человека. Разгадать ее очень непросто. Непросто. Для этого надо иметь наставника, молитву о раскаянии. Много-много работы над собой, прежде чем разгадать эту тайну, как ты мучаешь близкого человека. Не как он тебя мучает, это понятно всем. А как ты его мучаешь? Но есть еще третье поколение, понимаете? Проблема в том, что на втором-то ничего не заканчивается. Есть еще третье поколение. Женщина, которая стала мужланской такой. В третьем поколении, если она продолжает такую жизнь, она рождается с половыми расстройствами. Ее не привлекают уже мужчины. Ну, то есть она рождается женщиной в следующей жизни. То есть она рождается мужчиной в следующей жизни. То есть она, женщина мужланского склада, рождается мужчиной очень мягко характерной совсем. И у нее начинаются половые расстройства, которые выражаются в том, что вообще ему не хочется женщин. Ему хочется жить с мужчинами. Не ругайтесь. Если человек болеет, не надо его обзывать. Поймите такую вещь, что эти расстройства половые, это большая проблема общества. Причина этих расстройств заключается в том, что человек утрачивает естественное влечение к противоположному полу. Его тянет к тому же полу, что и он. Это реальная трагедия. Я сталкивался с этим, когда люди начинают пытаться менять себя в жизни, они чувствуют себя очень плохо. Они чувствуют, что путь очень далекий до того, чтобы стать нормальным человеком. Потому что очень много уже пройдено неправильного пути. Таким людям очень тяжело возвращаться назад, им легче принять новую философию, что браке однополые — это хорошо. Точно так же те люди, которые стремятся сексом с детьми заниматься, им тоже хочется принять эту философию. Когда такую философию общество людям дает, они с удовольствием ее принимают. Они говорят, вот видите, наконец-то восторжествовалась справедливость, и люди поняли, что сексом с детьми заниматься правильно и хорошо, потому что дети тоже хотят секса с взрослыми. Потому что дети такие рождаются, которые хотят сексом с взрослыми заниматься. Маленькая девочка хочет сексом с стареньким дяденькой заниматься. Понимаете, это признак извращения полового. Это признак деградации культуры. А также уже есть люди, которым уже с людьми сексом не хочется заниматься, им хочется заниматься с животными. Понимаете, о чем я говорю или нет? Эти все извращения начинаются просто с того, что мы приняли, что главное в жизни — это деньги. И это называется культура потребления. Не культура внутренней жизни. Счастье в комфорте, достатке, возможности все иметь. Эта культура, она очень сильно культивировалась уже с 20-х годов прошлого столетия на Западе, в Америке. Сейчас она достигла апогея там. Понимаете, есть страны, в которых сохраняется правильная культура. Например, Индия, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, там Арабские Эмираты. Можем видеть там, вот допустим, в Индии процент разводов всего 1%. Потому что люди сохраняют правильные черты. Их характер правильный. Женщины женственные, мужчины мужественные. Понимаете? Потому что нравственная культура является основой жизни в этих странах. Но есть страны, в которых уже нравственностью не пахнет совсем. И в этих странах есть особенность. В них однополые браки становятся все более и более развитыми. Понимаете? Что это становится государственными правилами жизни уже. Потому что государство ничего не может сделать с такими людьми. Они требуют своих прав, потому что им тоже надо как-то жить. И эти права у них так сильно горят в сердце, что они скандируют, демонстрации устраивают, приносят большие бескорядки в обществе. В результате государство принимает решение. О разрешении однополых браков. Но они не останавливаются на этом. Они требуют, чтобы всем давали однополое воспитание. Например, в Швеции или в Швейцарии? Путаюсь. В Швеции сейчас на государственном уровне принимаются такие законы, что детей воспитывают в школах однополых. Бесполых даже школ. Там нет пола. И учебники пишутся тоже бесполые. Не царь с царицей, а правитель номер один и правитель номер два. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это страшная вообще вещь. Дети утрачивают вообще понимание, что есть половая какая-то культура. Это означает, что они утрачивают понимание нравственности и безнравственности. То есть у них уже нет нравственности и безнравственности. Женщина обидевается как мужчина, мужчина как женщина. Завнимаются в сексом перемешку и так далее. Встеряется всякий смысл вообще в том, что такое нравственность. Это результат неправильно направленной жизни. Это не то, что эти стран такие глупые, что у них вот так вот все рождаются, такие люди. Это признак просто неправильного мышления. Мы выбрали не тот путь жизни, понимаете? Путь, направленный на материальное процветание, всегда приводит вот к этим страшным вещам. Это описано в священных писаниях, в ведах, это все разложено по полкам. И так мы живем в более тяжелых условиях личной жизни. Это не является случайностью. Женщины более мужественные, мужчины более женственные. Это нормально. Надо начать заниматься духовной практикой, работать над собой, слушать лекции. Сначала слушать лекции, потому что сил, работая над собой у человека нет сначала. Все силы идут на поддержание себя. Понимаете, жизнь сковывает человека в тех правилах, в которых он живет. Допустим, если он живет в правилах сил и страсти, то тогда у него нет времени на молитву. У него нет ни времени, ни сил, ни желания. Он скован в этой жизни, ему надо много работать. Он устает после работы, у него нет сил работать над собой. Тем более, что у него нет привычки. Он включает опять это кабельное телевидение. Или кабельное, я не знаю, как правильно. Вот. Включает кабельное телевидение, смотрит там дефективы всякие. И он думает, что это как-то ему поможет в жизни. Это просто снимает напряжение чисто внешне. Внутреннее же напряжение остается, потому что, если человек не очищает свое сердце изнутри, его жизнь становится сухой и тупой. Понимаете, все отношения живут в сердце. Для того, чтобы там они жили, его надо чистить, как мы зубы чистим каждый день. Когда сердце чистое, то оно очень нежно и по-доброму воспринимает этот мир. Вот мне для того, чтобы вам по-доброму воспринимать, нужно было сегодня с утра заниматься духовной практикой. Очистить свое сердце. И у меня теплое чувство к вам. Это естественно, нормально должно быть для каждого человека. Если бы я занимался чем-то другим, у меня сердце было бы блок просто. Я бы рассказывал лекцию без сердца вот так вот. Слышите меня? Нет, что я говорю сейчас? Нет? Понимаете, о чем я говорю или нет? Люди, которые не работают над собой, сердце не открывают, они общаются очень формально друг с другом. У них нет глубины, а если они неформально общаются, то они эксплуатируют друг друга. Как у тебя дела? Желание наслаждаться человеком. Не теплые слова, а вожделенческие слова. Это разные вещи. Для этого не надо открывать сердце, для того, чтобы наслаждаться человеком. Льстить ему. Для этого не нужно открывать сердце. Для этого достаточно просто побалгеть рядом с человеком. Настроиться на то, чтобы его эксплуатировать, его энергией любви. Чем сейчас люди занимаются? Кончилась эксплуатация, кончилась семейная жизнь. Поэтому незачем создавать семьи. Видите, в западной культуре... Это что, пожарная без сигнализации? В западной культуре очень сейчас развиты гражданские браки. И браки, в которых нет особой ответственности друг перед другом. Причина заключается в том, что люди уже чувствуют, что долго вместе не проживем. Они почувствовали, что сколько можно человеком наслаждаться, какое-то время. Потом все равно придется неизбежно расставаться. Это чувство, необходимость глубоких отношений атрофируется в такой культуре. А, это там кто-то хочет, чтобы вы убрали свою машину. Надо организаторам сходить и узнать, чью машину надо убрать. Пошли, да? А? Красную? Да, красную. Ну, в общем, вы сами поняли, да, о чем вы видите? Я разбираюсь в машине. Вы заскучали, да? Все нормально? Какой выход? Не думайте, что вот то, что я сейчас рассказал, это все типа безнадега. Это не безнадега. Все можно исправить, причем довольно быстро. Когда вы начинаете работать над собой, то все меняется. Женщина становится женственной, мужчина становится мужественным. Но сначала надо немного потерпеть. Надо сначала близкого человека принять таким, какой он есть. Вы скажете, ну я буду работать над собой, он какой был, такой остается. Это неправильно так думать. Понимаете? Энергия любви и нравственности, она в семье одна. Она на двоих одна. Если вы свое сердце меняете, в сердце пробиваетесь близкому человеку с помощью молитвы, работы над собой, то сердца ваши работают синхронно. Это значит, что этот человек будет изменяться незаметно сам для себя, а вы будете изменяться заметно. Как айсберг тает снизу, так и психика близкого человека, который не работает над собой, а просто пользуется плодами вашей работы над собой. Она меняется незаметно изнутри. Потом происходят кардинальные перемены резко, айсберг переворачивается, когда подтаял сильно изнутри. Так и близкого человека обычно нужно где-то 2-3 года на это. Айсберг сердца близкого человека тает 2-3 года. Поднимите руку, у кого изменились отношения в результате слушания лекций, работы над собой, поднимите руку. Смотрите в зал. Сейчас мы статистику проводим. Ага, увидели, да? Теперь, у кого из вас отношения изменились за полгода? Поднимите руку. Смотрите, видите, очень мало рук. У кого за год? У кого за 2 года? У кого за 3? Видите, за 3 никто уже не поднял. Надо где-то от полгода до 2 лет, чтобы изменились отношения. Видите? Но ни у кого за один день не поменяются. Мы слишком быстро всего хотим чаще всего. Как сохранить семью в современном обществе? Например, если бы это было 150 лет назад, и ко мне пришел бы человек и сказал, мы живем без росписи друг с другом. 150 лет назад я бы сказал, немедленно идите расписываться, иначе я вас опозорю перед всем селом. И из страха люди бы побежали расписываться. Сейчас этим никого не опозоришь. И больше того, это невозможно. Допустим, у вас гражданский брак, ничего страшного. Это значит, что вы идете по дороге к росписи. Вы до этого шли по дороге к разводу. Гражданский брак создается для того, чтобы идти по дороге к разводу. Всегда. По-другому не бывает. Не надеетесь на это. Не рассчитывайте. Нет клятвы в жизни, нет отношений. Это просто эксплуатация друг друга. Понаслаждались, выплюнули. Это гражданский брак. Все. Других вариантов нет. Нужно клятву. Но если вы решение приняли создать семью сейчас, то тогда вы пошли к росписи. Не думайте, что это прямо сейчас через пять минут вы придете к росписи, но нужно какое-то время. Вы решили, что вам надо расписываться. Мужчина вы или женщина не имеет значения. Просто идите в эту сторону. Начните говорить с близким человеком об этом. Начните пробиваться к его сердцу в молитве с утра, пожелание ему счастья. Пытайтесь установить отношения в сердце. Сначала, о чем я говорю, очень трудно понять. Но когда вы установите отношения в сердце, будут признаки. Я вам сейчас это пишу. Первый признак. Вы будете видеть человека таким, каким вы его встретили. Первая любовь моя земная, утро, мой глаз. Вы начнете чувствовать человека таким же, каким вы его встретили. Все вернется назад. Возвращаться начнет. Первое чувство. Это первый признак. Второй признак. Когда человек будет с вами ругаться, а это неизбежно. Люди всегда будут все равно портить отношения друг с другом. Так действует судьба. Это неизбежно. То у вас к нему чувство хорошее будет возвращаться очень быстро. Или через несколько часов, или вообще просто на следующий день, или через два дня. Опять прежнее хорошее чувство. Даже после конфликта. Если человек это даже придаст вам, изменит вам, у вас появятся возможности, силы ему простить и возвращать отношения назад. И еще очень важно знать, что когда вы в сердце отношения установили между друг другом, у вас светлая память сохраняется друг от друга. Светлая память означает помнить хорошее о человеке. Помнить хорошее все. Ну и конечно эти отношения наполнены такой глубиной и чистотой, что это невозможно передать словами. Это можно только песни передать. Так, например, Робин Дранат Тагор, когда он уходил из этого мира, он написал такие стихи про своей жены, которые потом стали популярной песней в России. Он написал ей о расставании, о том, что скоро расставаться. И он написал ей, как относиться к этому, в виде стихов. Я уплываю, и время несет меня с края на край, с берега к берегу сот, мели кот, мели друг мой, прощай. Ты посмотри, ты посмотри без отчаяния. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Это любовь моя. Ты посмотри, ты посмотри, не осталось ли что-нибудь после меня. Классно? Есть много хороших песен, которые указывают на чистоту вот этих отношений. Пусть наша жизнь не течение плавное. Главное, что было, нужно, что было в ней самое главное. Сердцем хранимые, сердцем хранимые, наши любимые. Понятно, да? Сердцем хранимые, означает, связь есть. И песни указывают на связь с сердцем. Это очень чистая, хорошая жизнь. Но чтобы она такой была, нужен труд. Труд, понимаете? Я смотрю на вас, мало у кого из вас есть связь в сердце с близким человеком. В основном блоки стоят. Блоки означают, что вы его не видите, человека. Не понимаете, видит только свою обиду, свои потребности, свои просьбы к нему. И этим обидой, потребностями и просьбами живете. Вы по факту не видите, не чувствуете человека. Многие из вас. Не хочу показывать пальцы. Это пустая, бесплодная жизнь. Не нет смысла. Причина такой жизни очень простая. Сердечко надо чистить так же, как зубы. Каждое утро. Иначе сердце начинает вонять. Понимаете? Плохая, тяжелая судьба каждый день скапливается в сердце. Она сердце закрывает. Сердце чистится с помощью покаяния, молитвы, духовной музыки, чтения священных писаний. С помощью того, что мы со святостью соприкасаемся. Понимаете? Любовь, чистота в сердце идет от Бога. А Бог связан с нами через священные писания, святых людей, святые места, святую воду, освященную пищу. Понимаете? Через разные источники, которые приносят чистоту в жизнь. Святость. Я считаю, что это не помогает. Кому поднимите? Слово. Кто сказал? Нет. Загон. Что значит не помогает? Человек все время умолит. И? Проблем. Больше становится проблем. Значит, это человек фанатик. Вот смотрите, я сейчас вам приведу примеры. Допустим, я перестал пить. Бросил пить. У меня есть два варианта поведения потом дальше. Эти варианты зависят от того, как я воспринимаю свою возможность не пить. Если я считаю, я бросил пить, это значит, что благочестие, которое возникает из-за трезвости, оно приводит к гордости. И такой человек начинает ненавидеть всех, кто пьет. Говорит, пьяница, скотина, ненавижу. То есть он портит отношения реально. Смотрите, он бросил пить, вроде бы лучше сердце должно стать, а оно становится еще жестче. Человек, допустим, бросил есть мясо. Питаться без мяса – более чистая жизнь, более возвышенная. И здоровая, на самом деле. Это уже все диетологи знают. Это уже ни для кого не секрет. И тот, кто ест мясо для него, это кто? Трупоеды, ненавижу. Это означает гордость? Чтоб мяса в квартире не было. Ясно, что это разрушает отношения. Или, допустим, вы стали верующим человеком, а ваш близкий человек неверующий. Как можно жить с этим человеком? Это значит, что вы стали просто гордым. У вас веры в сердце не появилась. Появилась гордость. Понимаете, достаточно чуть-чуть благочестия в жизни получить. И люди чаще всего становятся не лучше, а хуже. Потому что их сердца становятся фанатичными и каменными. Это признак того, что глубоких кардинальных изменений в сердце не произошло. Потому что это благочестие они хотят использовать для того, чтобы менять других, а не себя. Понимаете? Если человек перестал есть мясо, какое изменение в сердце должно? Он должен стать добрее. Должен стать нежнее к людям. Больше прощать. Если человек перестал пить, он должен стать сильнее. У него должна сила воли на работу над собой появиться, а не на то, чтобы мучить других. Если человек молится, это не значит, что он должен каменную стену ставить между собой и теми, кто не молится. Почему у вашей знакомой хуже отношения, несмотря на то, что она молится? Вы можете мне ответить теперь на этот вопрос? Ну, продолжим нашу беседу. Теперь понятно вам? Вы увидели то, что я сказал в ней? Если человек по-настоящему правильное отношение с Богом строит, его сердце становится больше любви, а любовь растапливает сердца. Вот представьте себе, что я читаю лекцию сейчас, и от этой лекции человек начинает больше ненавидеть других, начинает больше злиться, больше глупостей делать в жизни. Это возможно? Возможно, если он ее воспринимает неправильно. Но если у меня в сердце будет много любви и смирения, то даже в этом случае он отрезвеет, этот человек. Понимаете? Все зависит от меня. Если я буду делать все правильно, то как это может превратиться в зло? Согласны со мной? Таким образом, такие противоречия, которые вы называете, это всего лишь безграмотность. Часто люди занимаются духовной практикой без руководства. Это же в жизни, которую надо понять, это самое трудное знание в нашей жизни. Очень трудно это все понять. Какую веру выбрать, каким путем пойти. Нужно руководство, нужно изучать все это. Мы не изучаем. Вы говорили вчера о семьях, когда кто-то отдает, кто-то забирает. Нет, нет, это не так. Смотрите, сейчас давайте я раскрою эту тему, я только вкратце коснулся. Вот смотрите, есть семьи, в которых ругаются оба. Я как раз хотела это спросить. Это означает, что вы не в благости. У вас не в благости семья, у вас нет отношений. Вы каждый отстаиваете свои права, у вас жизнь в страсти. Это жизнь людей, которые пытаются добиться своего счастья с помощью других людей. Это страсть называется. Там нет любви, ничего нет, просто желание добиться своего и все. Должны понимать, что такое любовь сейчас. И что же в таких семьях делать? То же самое. Допустим, если у вас не готово ничего на обед, и вы говорите, Олег Геннадьевич, ну что же теперь делать? Если у нас ничего не готово, надо готовить. А откушать уже сейчас хочется. Вы же не слышите, но готово. Можно вопрос? Здравствуйте. Подождите, подождите, я не ответил. Это очень важная такая тема для всех. Смотрите, сначала есть два варианта, когда люди не имеют отношения, два варианта. Или первый вариант. Мы просто улыбаемся друг к другу, но у нас в сердцах камень. Мы делаем крутой вид, перед всеми показываем, какая у нас классная семья. В сердцах два холодильника просто. Один холодильник и второй мороз. Понимаете? И мороз дает возможность не париться. То есть у нас нормально все в семье, мы не паримся. Не паримся означает ничего нет. Если что-то есть, придется париться. Нет ничего, просто холод, понимаете? Но какой холод? Выгодный, взаимовыгодный. Потому что мы вместе работаем, у нас все классно, деньги есть. Я как бы удовлетворяю свои потребности, и она удовлетворяет свои. У нас вместе все хорошо. Секс есть, у нас с сексом все классно. То есть мы наслаждаемся друг к другу, не означает любовь. У нас есть деньги, мы наслаждаемся друг к другу, у нас есть квартира, или будет скоро. У нас есть хорошее положение в обществе, у нас все классно, мы на понтах. На волне. Это все временно, потому что волна пойдет спадать. Люди не могут всю жизнь на волне жить. Придется попасть под волну. А под волной вот эта вот такая жизнь, холодная, она что делает? Разошлись, как море кораблей. Сразу просто люди как жили вместе, так и разъехались. Никаких эмоций, никаких желаний, ничего. Просто к обеду не жди твой песик. Все, до свидания. И никакой любви не было, и жизни никакой не было. Просто глупость была, и все. Дальше второй вариант. Когда люди все-таки пытаются открыть друг к другу сердце, у них возникает конфликт. Но так как они не понимают, как жить вообще вместе, что надо служить, прощать, терпеть, они этого не понимают. Им хочется доказать свое и получить свое счастье. В результате начинается ругань, скандалы. Каждый отстаивает свое. И для того, чтобы помириться, надо принять формально, что ты согласен. Например, человек говорит тебе, ну говори со мной помягче, что ты все время эмоции, эмоции. Ладно, согласна. Но ты тогда делай это. Приняла она, что надо поменьше эмоций, она ничего не приняла. Она просто внешне пытается вести себя как надо, и все. У нее нет понимания, что человеку больно, ему тяжело такое поведение. Нет никакого понимания. Просто желание есть, чтобы он тоже пошел навстречу. То есть такое желание, ты мне, я тебе. Дашь, подашь. Понимаете, это не любовь. Любовь означает понимание. Здесь нет никакого понимания, просто договоренность внешняя. И люди другаются друг с другом. У них нет возможности любить, отдавать, прощать и так далее. Следующий момент. Когда люди начинают заниматься духовной практикой, то выстраиваются отношения к благости. В отношения к благости есть два человека. Один принимает трудности от человека, отдает любовь. Принимает трудности, отдает любовь. А другой отдает трудности, но принимает любовь. Когда человек принимает любовь, что у него в сердце возникает? Благодарность, чувство нужности этого человека в моей жизни. А тот, кто отдает любовь, он сильно меняет себя, очищает свое сердце и работает над собой. Чаще всего, когда семья входит в благость, такая позиция возникает. Как вы думаете, кому в вашей семье придется отдавать любовь? Вам или вашему близкому человеку? Женщине, мужчине, вы ошибаетесь. Не женщине и мужчине, а тем, кто пришел на лекцию, придется отдавать любовь. Это вам придется мучиться, потому что Бог выбрал вас. Что близкий человек же не работает над собой, ему это не надо. Теперь, если вы оба на лекции, и вы оба работаете над собой, значит у вас будет другая ситуация. Есть вероятность, что вы оба начнете отдавать любовь. Но вам будет казаться, что вы отдаете любовь, а он нет. И только когда между вами, между сердцами наступит гармония, вы тогда начнете чувствовать отдачу близкого человека. Каким образом отдавать любовь и чувствовать, что ты унижен в отношениях, тем, что ты любишь, а тебя не любят, это нормально. Это признак накопления отношений. Это вызывает уважение в сердце близкого человека, благодарность, которую нельзя отменить. Вот, допустим, если вы бескорыстно трудитесь для близкого человека, прощаете его, пытаетесь отношения в сердце остановить, может ли человек отказаться от благодарности в своем сердце в результате такого вашего поведения? Может ли он быть неблагодарным или нет? Какие у вас мнения? Может, может и такое быть. Да? Вы ошибаетесь. Это невозможно. Значит, может скрывать. Это факт. Не может, а чаще всего это и делает. Но благодарность будет копиться в сердце. Наступит такой момент, когда вы почувствуете, что пора. Вот ваше сердце скажет, все, теперь я не должна уже больше так служить. Я должна стать строго с ним. И вы как бы просто отстранитесь от него и так очень строго будете сдержанно с ним себя вести. И тогда он почувствует, что он теряет, и у него произойдет взрыв в сердце. Он начнет раскаиваться, просить ваших отношений. И тогда, понимаете? Дерево любви принесет плоды. Понятно, да? Это происходит неожиданно. Кажется, что это человекокаменное сердце, он никогда не будет вести себя по-другому. Вы можете быть в этом убеждены. Но когда приходит время, вы увидите, как консервная банка открывается. Точно так же его сердце откроется неожиданно для вас, потому что в нем тайно копится благодарность. Вот если я буду сейчас искренне служить вам на лекциях, заботиться о том, чтобы вы все поняли, неужели в вашем сердце не будет копиться благодарность? Разве это возможно? Конечно копится благодарность. Я тоже так считаю, что человек не может защититься от любви. Можно от ненависти, от злобы защититься. От любви защиты нет. Если ты проявляешь любовь, и человек слушает, то она проходит в сердце. От нее невозможно защититься. А любовь дает благодарность всегда. А этот момент не надо улавливать. Точно так же, как тучи, когда накапливаются в небе, наступает дождь, так и ваше желание действовать по-другому вспыхнет в какой-то момент в вашей жизни самой. Но знаете, что есть другой вариант еще. Я вам сейчас его в виде вопроса и ответа расскажу. Вопрос. Олег Геннадьевич, у меня совсем по-другому в жизни происходит. Я от своего мужа отстранилась. Мы вместе слушаем лекции. Я от своего мужа отстранилась на две недели. И он мне позвонил, говорит, слушай, отстранись, пожалуйста, еще на две недели. Я так отдыхаю без тебя. Это означает, что эта женщина никогда ему не служила. Она хочет использовать отношения и приняла такой удобный способ отстраняться. Что вызывает отдых просто у него в сердце. Потому что она его мучила, она не заботилась о нем, просто его мучила все время. И сама же обеспокоилась, что она отстранилась, потому что по факту он ей служил. Он говорит, ну хорошо, ты как бы побудь отдельно. Я отдыхаю. Когда человек искренне служит близкому человеку, у него нет чувства разлуки. Его сердце связано с близким человеком. У него нет чувства потери. Он не оскорблен в отношениях. Он всегда очень сильно в отношениях чувствует себя, хотя он постоянно заботится о близком человеке. Здесь нет унижения, здесь нет несчастья и нет страдания. Пример Золушка. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера проснилась мне. Помните Золушка? Она заботилась, служила всех, все ей мучили. Она такая радостная всегда, счастливая. Почему? Это называется бескорыстное служение. Такое служение невозможно без отношений с Богом. Золушке каждый день нужно было молиться, чтобы так себя вести. Эту часть сказки не показали, к сожалению. У человека собственных сил не хватит так жить. Но когда человек так живет, он никогда не унижен. Когда человек искренне служит близким, у него нет унижения. В этом нет унижения никогда. В этом есть только победа. И когда близкий человек, типа, я поживу без тебя, хорошо, сердце спокойное. Иди поживи. Почему? Потому что он должен, а не я. Я весь свой долг отдала. Иди поживи и попробуй без меня. Он пожил и вернулся назад, как ободранный пес. Почему так произошло? Потому что он не понял, кто кому давал в этой семье. А теперь придется понять. Потому что жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Человек не может жить без любви. Понимаете? Мы можем эксплуатировать любовь, использовать ее, но жить без нее невозможно. Если вы начали отдавать энергии любви, вы на высоте и в большом преимуществе в семейной жизни. Но это преимущество вскроется не скоро. Чуть-чуть попозже. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok